Добро пожаловать в пилотный проект NetWafen с Пенни Брэдли, и сегодня у меня в гостях Шейн Бюэллс, он же Шейн Сидер, он же Шейн Губитель. И мы знаем друг друга с 2016 года, когда, по-видимому, я была несносной, когда впервые вступила в контакт. Ну да, я думала, что просто нервничаю. Так что да, всё в порядке. В любом случае, я не то чтобы преследовала его. Хорошо, я поддерживаю его на сайте Patreon, и я знаю, где находится его веб-сайт, и я нашла, где он предлагает консультационные услуги, и это возбудило моё любопытство. И поэтому, вместо того, чтобы искать в Google и быть по-настоящему навязчивым, я подумала, что могла бы попросить его рассказать об этом на шоу. Об этом. Добро пожаловать в Шейн. Спасибо вам. Так что да, так оно и есть. Я называю это метафизической поддержкой. Так что, по сути, это что-то вроде моста между тем, что было бы традиционной разговорной терапией, а также всеми другими вещами, с которыми нам приходится иметь дело. Знаете, традиционные терапевты, вроде как, чтобы быть вежливыми, я скажу, не говорите об этом. Не могу говорить об этом большую часть времени. Или не будем об этом говорить. Так что да. Или я окончательно сойду с ума и выгоню вас из комнаты. Я тоже. Это правда. Вы знаете, есть много людей, которым, знаете ли, нужно поговорить с кем-то, кто их понимает. Вы хотите затронуть эти темы, а я как раз тот, кто понимает. Так что, знаете, вместо того, чтобы получить леденец на палочке, я не смог выполнять ту работу, которую обычно выполняю таким образом, потому что мне нужно было бы находиться в больницах и тому подобном. Мне не разрешается этого делать. Вот я и подумал, ну что же, все уже давно просят меня об этом. С таким же успехом я мог бы это сделать. Так что да, примерно так оно и есть. А потом, очевидно, еще и урок магии. Это что-то вроде моей собственной версии урока самопомощи, который позволяет людям стать волшебниками. Не так как, эй, посмотри на эту колоду карт волшебники, но ты знаете те, которые действительно понимают, как они генерируют энергию, и могут использовать эту энергию для чего-то. Мне так нравится то, чем у меня учили в Шварцере. Ну, в общем, да, как и в случае с самим собой, это все, чем у меня учили. Вы знаете, я как бы рассказываю людям, что это похоже на то, что Брюс Ли делал с боевыми искусствами. Мы пошли и многому научились, а потом придумали Джи Кундо, и он сказал, «Эй, если я вяжусь в драку, я не буду драться». У меня нет времени на это, чтобы ударить парня, понимаешь? Да. Какие существуют обходные пути. И вы знаете, что на самом деле это непрактично. На самом деле это непрактично. Его основная цитата — это в значительной степени то, что я сделал, а именно, принимаю то, что полезно, отбрасываю то, что нет, и затем я делаю остальную часть цитаты. Я призываю вас добавить то, что по сути является вашим собственным. Итак, еще раз повторю, я изучил множество различных структур музыки или музыкальной магии. Музыка — это математика, это волшебство. Да, это так и есть. В музыке есть элемент, который связан с тем, почему магия работает, но это также часть того, о чем мы говорим на занятиях. Итак, я пришел к выводу, что практически все эти системы как бы помещают нас в такое место, где мы на самом деле не занимаемся магией. Мы становимся сосудом для какой-то другой сущности, которая использует свою энергию через нас, или завоевываем благосклонность какого-то духа или божества, чтобы творить магию для нас, верно? Если задуматься о том, что делают шаманы, то они исполняют свой танец, чтобы завоевать расположение элементалей, которые затем вызывают дождь, верно? Так что даже не он вызывает движение энергии, необходимое для того, чтобы вызвать дождь. Все дело в этих элементалях. Теперь у них есть прямая энергетическая связь с энергией, потому что у них нет защитного костюма, через который они могли бы действовать, как мы, верно? Так что для них это в некотором смысле проще. Но с точки зрения того, чем у нас учили в программах, и того, что доступно широкой публике, у них у всех есть такие привратники. И все они здесь потому, что не доверяют нам думать, чувствовать и действовать хорошо, верно? И ответственно. Я всегда поднимаю этот вопрос. Ответственное отношение — это большая проблема. В некоторых онлайн-группах по магии, в которых я участвовала, я не очень много участвую, потому что, по-видимому, нахожусь выше их понимания. Но забавно наблюдать за тем, что они говорят, и иногда я просто говорю «О, Боже мой!». Но меня не учили пользоваться привратником. Меня учили использовать мою собственную связь с источником. Ну, это, конечно, зависит от того, через что проходит этот фильтр. Я не знаю точно, чем у вас учили, но я точно знаю, что сейчас на этой планете нет ни одной магической системы, на которую мы могли бы указать, и которая не обходилась бы без привратника. Например, если вы хотите назвать какую-либо систему, то у них у всех есть одно название, верно? И если бы вы могли найти такую, у которой его нет, я был бы очень впечатлен. А если нет, то даже если нас учат использовать нашу собственную энергию в контексте магии, она обычно исходит из этого энергетического поля прямо здесь, которое для большинства из нас довольно мутное, ведь так? Как будто в этом поле для любого из нас сейчас есть не только энергия. И именно это делает его опасным. Потому что если мы думаем, что посылаем энергию, мы можем выбрать правильное направление. Но у нас определенно неправильная частота, потому что мы пока даже не знаем, какова частота этого сигнала, верно? Мы отправляем это сообщение. Вот почему иногда мы получаем действительно негативные отклики при отправке хороших вибраций людям в качестве примера. Верно это потому, что мы на самом деле они не посылают стопроцентных положительных вибраций. Мы посылаем хорошие вибрации, которые состоят из энергии, которую мы получили, потому что нас спровоцировало что-то, что кто-то сказал нам. Мы на фейсбук, верно? Или что-то в этом роде, тот мудак, который подрезал нас в пробке. Итак, то, что мы отправляем, содержит частоту, с которой этот мудак подрезал нас в пробке, и тот мудак на фейсбук, который никак не хотел заткнуться. Верно? Вот и все. Или тот человек на фейсбук, который думал, что делает вам одолжение, молясь за вас, а вы оказались покрыты слизью, и все, что вы отправляете, проходит через слизь. Ну что же, и это своего рода пример того, что я имею в виду, почему то, что мы делаем, наши отношения, связанные с отправкой и получением энергии друг от друга, построены на паразитической системе, и не по нашей вине являются паразитическими, верно? Как и большинство людей, когда они чувствуют себя не очень хорошо, они ищут что-то вне себя, чтобы почувствовать себя лучше. Даже если это, знаете ли, та самая чашка чая, не так ли? Или если это так, то, знаете ли, мне нужно встретиться с человеком, который заставит меня смеяться и поднимет мне настроение. Верно? Это в некотором смысле то, что мы воспринимаем извне самих себя. Мы выходим за пределы самих себя ради чего-то, что не имеет особого смысла, учитывая, что главная причина, по которой у нас так много проблем, заключается в том, что мы генерируем слишком много энергии. И поскольку мы генерируем слишком много неконтролируемой энергии, мы являемся маяком света. Мы – пламя для мотылька, когда речь заходит о паразитических сущностях, демонах, энергетических вампирах и тому подобное. И поскольку мы занимаемся этим, вы знаете, мы для них что-то вроде источника света. И поэтому они приходят, чтобы питаться от нас. А затем они учат нас вещам, которые также создают этот процесс, верно, когда мы генерируем слишком много энергии и не сдерживаем ее. Это энергия. И таким образом они могут сидеть прямо там и питаться всей той энергией, которую мы генерируем для них. Верно. Таким образом, даже многие из наших позитивных практик в сообществе Нью-Эйдж, как мы думаем, были созданы таким образом, чтобы у нас была высокая вибрация, которая заставляет нас генерировать слишком много энергии и становится хорошим источником. Может быть, именно поэтому я всегда отвергала Нью-Эйдж. Может быть. С другой стороны. Я рассматривала Нью-Эйдж, по сути, как христианство без Христа. И те же проблемы, которые я видела в христианстве, я вижу и в Нью-Эйдж, включая проблемы контроля сознания. Это прискорбный факт, потому что никто не делает этого намеренно. На самом деле они ищут истину, не так ли? Просто по ходу дела ее как бы перехватили. И это звучит правильно. Знаете, как будто у нее высокая вибрация, и она все время чувствует себя хорошо. Что происходит, когда мы чрезмерно возбуждаемся? Мы действительно легко терпим крах, не так ли? Это наш энергетический центр пытается найти равновесие. Так что если мы позволяем себе достичь такой высокой вибрации, нам нужно быть сбалансированными, чтобы работать, не так ли? Итак, что мы сделаем, так это бросим в себя что-нибудь плохое, устроим какую-нибудь драму, разобьем машину, получим головную боль. Что-нибудь такое, что просто разобьет нас в дребезги с такой высоты. А потом, в конце концов, мы начинаем восстанавливать равновесие. Если мы сможем поддерживать видимость равновесия с помощью всех наших различных энергетических обменов, тогда нам никогда не придется беспокоиться о катастрофе, не так ли? В моей жизни было так много подружек, которые говорили, ты никогда ни от чего не приходишь в восторг. Я такой, на самом деле я так и делаю. Я многого жду с нетерпением. Я взволнован многими вещами. Я просто не испытываю такого волнения. Это шлюха. Именно так. В этот момент я думаю, что мне это понравится. С этого момента мне не нужно позволять своей энергии колебаться в зависимости от этого опыта. С этого момента я могу поддерживать ее на исходном уровне. Вот как я это делаю. И так в основном происходит на уроках магии, когда все спрашивают, как я выжил, как мне удалось выбраться без особых проблем. И знаете, как я все еще могу взаимодействовать с этим по сей день, а также вести обычную жизнь, где мне нравится, вы знаете, у меня есть, ну, один взрослый ребенок. Почти двое взрослых детей были законными опекунами младших братьев, вы знаете, у меня была постоянная хорошая работа с высокой ответственностью и все такое прочее. Так что, если позволите, я приведу себя в порядок. И многие люди, которые прошли через то же, что и я, этого не делают. Верно? Многие люди, которые прошли через гораздо меньшее, чем я, этого не делают. И поэтому ответ заключается в том, что всему этому я потом научу других, верно? Вот почему я собрал все это вместе. Почему я собрал все это вместе, для чего это нужно. И потом, как правило, вы знаете, если вы можете как-то совместить это с поддержкой, не так ли? Потому что, знаете ли, жизнь продолжается, и мы сталкиваемся с разными вещами и забываем об этом, не так ли? Мы как бы забываем уроки, которые мы извлекли, опыт, который мы получили в данный момент. Это так. Легко переключиться обратно в нейтральное положение. Именно так, именно так. И что-то, что, знаете ли, было таким же гнусным, как и все, через что мы прошли, было тем, что у нас всегда был кто-то, кто помогал нам пройти через это, верно? Кто-то был рядом, чтобы, даже если это было не очень приятно, помочь нам пройти через эти вещи. Помогите нам разобраться в них. А все остальное мы сделаем сами, не так ли? Потому что у нас действительно были определенные торговые точки. И так далее. Прошу прощения за то, что зазвонил телефон. Это городской телефон. Они все еще не существуют. Да. Честно говоря, я даже не слышал этого. Я человек старой закалки. На самом деле то энергетическое поле, о котором вы говорите, если я слишком часто пользуюсь мобильным телефоном, то мое энергетическое поле буквально поджаривает аппарат. Поэтому я не могу им пользоваться. Одна особенность этих старых версий программ заключается в том, что в них ваша энергия регулировалась бы гораздо меньше, чем у тех, кто работает в них сейчас, не так ли? Или у тех, кто работает даже не сейчас, а совсем недавно, вот что я имею в виду. Потому что я еще не разобрался в этом. Верно? Так что это почти как если бы ты был старшим ребенком, а твои родители совершали все ошибки вместе с тобой. Верно? И это тоже. Да, вы принадлежали к тому поколению, которое совершало все эти ошибки. Я принадлежала к тому поколению, где родители действительно искренне верили, что дети рождаются пустыми, и что то, чем они становятся взрослыми, зависит от того, что родители вкладывают в них. И поэтому тот факт, что я родилась запрограммированной, был для них настоящей проблемой. И с течением времени эти программы расширялись по мере того, как они открывали все больше новых возможностей. На самом деле, даже в программах гайки и болты они исходили из предположения, что ДНК важнее души. Верно? И только со временем они поняли, что это было неправильно. И теперь, когда они знают, что это неправильно, как к этому приспособиться, не так ли? Как будто вы можете манипулировать ДНК, чтобы воздействовать на душу, не так ли? И раньше они верили, что могут полностью контролировать души, манипулируя ДНК, но это просто неправда. Но они могут привлечь души другого типа, манипулируя ими. Это так? Совершенно верно. Совершенно верно. Это как, ну, вы понимаете, это как разные виды автомобилей, не так ли? Например, мне, возможно, было бы легче водить мускул каратэ, чем Теслу, не так ли? Где вы могли бы найти, что Тесла для вас лучше, чем мускул каратэ? И это идея того же типа. Конечно. Я обожаю мускул кары. Но потом я слушаю металлическую музыку и ношу драконов на своих футболках. Ну, в том-то и дело, что не всем нравится один и тот же вкус мороженого, верно? У разных людей разные таланты. Я имею в виду, что теоретически мы все способны на одно и то же, но наши таланты заставляют нас развивать навыки, которые затем приводят к тому, что мы становимся лучше в определенных областях. И магией, и программы во многом похожи на это, не так ли? Когда кажется, что люди уверены в чем-то, они называют это склонностью или тем, что вы лучше подходите для этого конкретного типа программ. Но технически они могли бы обучить вас любой из них. Просто проще отдать кого-то на занятия по искусству, потому что у него проявляются художественные способности, или на занятия по математике. Потому что у него проявляются художественные способности, не так ли? И так очевидно, что мы посещаем занятия по искусству, но вы все равно можете преподавать им математику, не так ли? Или если бы занятия по искусству были теоретически заполнены, вы могли бы перевести их в математический класс или что-то в этом роде. Но примерно так оно и есть. Вы могли бы обучать их обоих, но ожидаете, что они будут лучше разбираться в этом искусстве? Именно так, именно так. И да, это то же самое относится к любому виду преподавания. Причина, по которой существуют разные системы магии, причина, по которой существуют разные религии, причина, по которой существуют даже разные рамки психологии, заключается в том, что не все учатся одинаково, не все обрабатывают информацию одинаково, и не все выводят данные одинаково, верно? Так вот. Да. То, что у людей должны быть разные пути, чтобы мы все могли теоретически оказаться в одном и том же месте, это, знаете ли, часть теоретического замысла, стоящего за всеми этими разными путями. К сожалению, все эти пути ведут нас по кругу, но это уже другой разговор. Я не думаю, что нам суждено оказаться в одном и том же месте. И я думаю, что это часть проблемы, связанной с парадигмой. Ну что же, когда я говорю то же самое место, я просто имею в виду возможность стать теми, кто мы есть на самом деле, верно? Вот так. Не важно. Я могу пойти с вами. Да. Я не имею в виду, что мы все в конечном итоге окажемся в едином мире, как в любой утопии. Как будто я последний человек, который думает, что это вообще хорошо, не говоря уже о том, чтобы верить, что это когда-нибудь произойдет на самом деле. Это случилось. Я скажу вам, что утопии пугают меня, потому что они, как правило, такими и являются. Предполагается, что все должны мыслить одинаково. А для меня это звучит как тирания. Ну что же, это очень быстро становится проблемой, которую мы наблюдаем сейчас. А именно трейболизм, трейболистическое мышление, когда каждому приходится выбирать сторону или сражаться вслепую за свою и все такое. Все, что не так, основано на этой проблеме, которая, как мне кажется, является коллективным уроком, который человечество усваивает прямо сейчас. Заключается в том, чтобы по-новому относиться ко многим вещам. Но одно из этих новых отношений связано с идеей конкуренции, потому что у нас очень жесткий взгляд на то, что такое конкуренция, и мы больше не понимаем, в чем ее положительный аспект. Это, это было утеряно, это похоже на то. Я собираюсь поделиться с вами концепцией, которые меня ударили по голове в 80-х годах. Хорошо. Я очень светлокожий человек, и все трое моих детей были светловолосыми и голубоглазыми, и мы жили в районе Фресна, где проживало меньшинство. И мы пошли в этот продуктовый магазин на углу рынка. Им управляли армяне, и все, кто там работал, принадлежали к другому меньшинству. И вот один из мальчиков-посыльных собирался поступать в университет штата Фресна и изучать антропологию, и однажды он спросил меня, что вы думаете об антропоцентризме? Это идея о том, что каждый предпочитает себе подобных. И мы с ним вступили в философскую дискуссию. Да, я всегда была собой, и я сказала ему, что, по-моему, суть вопроса в том, как мы определяем, кто принадлежит к нашему виду. Я думаю, что проблема, с которой сейчас сталкивается человечество, заключается в том, кто принадлежит к нашему виду. И я не думаю, что мы добьемся большого прогресса, пока не решим, что все люди с Земли принадлежат к нашему виду. Мне нравится, что это сказано как бы в шутку. Это как раз то, что нужно для песни. А еще говорят, что мы никогда не узнаем мир во всем мире, пока три человека не смогут одновременно смотреть друг другу в глаза. В значительной степени, да? Да, и еще раз да. И это как раз то, к чему мы пришли. И я думаю, что то, через что мы проходим в процессе эволюции прямо сейчас, это своего рода переход от старых систем морали к более универсальному сознанию, где мы начинаем видеть людей как людей, не так ли? Я думаю, что, знаете ли, все то, что нам, возможно, не нравится в гендерной идентичности и связанных с этим вещах, которые происходят, это естественный процесс, направленный к этому, не так ли? Это почти как трудности взросления, когда нужно попасть в хорошее место. И это возвращает нас к тому, что я говорил о балансе ранее. По сути, даже в коллективе мы можем видеть, как все зашло слишком далеко в одну сторону, а теперь все разворачивается в обратную сторону. Верно? И вот что нам нужно сделать, дождаться, пока ситуация не достигнет своего пика. А потом, когда она снова поднимется, давайте не будем сразу прыгать на другой конец качелей, верно? Давайте медленно поднимем ее обратно. Это уже долгое время является проблемой на этой планете. Это похоже на то, что всякий раз, когда происходит искусственная или естественная перезагрузка, они как будто просто выходят из ворот и бегут, где им просто нужно использовать этот черепаший подход для решения проблемы. Однажды, когда они как бы медленно вспоминают и постепенно восстанавливают свои силы, вместо того, чтобы сказать «нет, нет, 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 вчера мы были чертовски далеко отсюда, я хочу вернуться туда, не так ли? Вон там, это вон там, давайте посмотрим, что находится между этим местом и тем, и давайте посмотрим, может быть есть какие-то пейзажи, на которые мы забыли остановиться и посмотреть по пути, потому что в этом и заключается проблема. Может быть там что-то получше, чем там? Именно так. Может быть, пока мы находимся на пути к этому, мы начинаем понимать, что есть и другие пути, по которым мы могли бы пойти, вместо того, чтобы просто перескакивать через все это с помощью технологий, не так ли? И в итоге мы окажемся там. Так что да, я думаю, что это, я думаю, что в совокупности это и есть тот урок, который мы здесь как бы усваиваем. Ну что же, я надеюсь, что урок усвоен, а не просто пропущен, потому что я вижу много паники со стороны людей, которые не хотят меняться. Именно так мы всегда и поступали. Почему вы хотите, чтобы все было по-другому? Или это именно то, чего мы всегда хотели? Не так ли? Как будто да, а это уже другая часть. Это очень полезно для нашей команды. Так почему же вы хотите забрать это у нас? Именно так. Это похоже на планету наркоманов, которым просто нужно сделать шаг к принятию. Вы понимаете, что я имею в виду? Например, смириться с тем, что вы не такой, вы не такой великий и не такой дерьмовый, как вам кажется. Вы понимаете, что я имею в виду? Вы являетесь и тем и другим, и это волшебство, не так ли? И еще. Не правда ли, что вся суть баланса заключается в том, что вы являетесь и тем и другим, и вам нужно признать, что вы являетесь и тем и другим? И именно в принятии своей тени мы на самом деле находим свою силу. Ну что же, совершенно верно. Это знаете ли, вы как бы задаете первый вопрос, который, как я знаю, особенно касается участников программы и тому подобного. Но это большая часть того, что я действительно потерял ход своих мыслей. Что вы только что сказали? Я только что это сказала. Хорошо. Я не могу вспомнить точную формулировку, но это происходит, когда мы обнимаем свою тень. Это интеграция. Это так. Интеграция. Извините. Да, так и должно было быть. То, что мы должны делать с нашей тенью, ничем не отличается от того, что вы должны делать со своими алтарями. Именно так. Это так. На самом деле я должна интегрировать другую личность в свою, а затем разобраться с тем, что эта личность сделала за время своего пребывания в этом теле или в другом теле. И у всех нас есть тень, которая представляет собой в точности одно и то же понятие, не так ли? Как будто это действительно одно и то же. Одна вещь, которую я поощряю в людей, особенно на занятиях по магии, и я скажу это и здесь, это та теневая часть нас самих, на которую мы смотрели как на нечто, нам нужно все уничтожить, верно? И похоже, именно в этом и заключалось наше недопонимание. Мне кажется, я слышал, что люди не знают, что я проделал всю свою теневую работу. У меня не осталось ни одной тени. Но что же значит вы проделали не всю свою теневую работу? Все, что вы сделали, это спрятали свою тень под пучком пуха, который вы набросали на нее сверху. И в конце концов эта тень выкопает себе путь наружу. И она возвращается. Она все еще там. Она никогда никуда не денется. Она часть нас самих. Так оно и есть. Да. Мы и не Ян. Мы свет во тьме, все в одном лице. А они, наша тень или наше подсознание, если вам так хочется это назвать, ничем не отличаются от алтаря. Их понимание этого как основополагающего принципа, это то, как они научились создавать алтари в первую очередь. Так вот в чем дело. Это основа основ. У меня в сообществе много людей, которые говорят мне, что с алтарями легко иметь дело. Вы просто разрушаете их. И я такая, что? Вы знаете, для меня это настоящий шок. Это не, это не одобрение, просто на всякий случай. Вы не можете избавиться от части себя, не принижая себя. Это все равно, что отрезать себе руку. Ну, это, знаете ли, очень простая вещь, которую люди должны вбить себе в голову. Это то, что вы душа, играющая в игру через это тело, не так ли? Как будто душа существует за пределами всего этого мира. Это означает, что в этом мире не может произойти ничего такого, что действительно разъединяло бы, что действительно что-то делало бы с этой душой. Если что-то и происходит, то в противоположном направлении, когда снаружи происходят вещи, которые здесь отражаются как негативные, но это определенно не происходит, в противоположную сторону. И почему я говорю, что это происходит, вы знаете, особенно в этих программах, но определенно через религию и даже благодаря магическим практикам. У нас есть это ложное представление о захвате, заманивании в ловушку, заключении в тюрьму и уничтожении душ. И именно эта вера приводит к тому, что такие вещи, как технология ловушки душ, даже работают, верно? Я думаю, что лучший способ, который я когда-либо описывал, заключается в том, что вселенная рассматривает покупателей и продавца лжи как равных. А это значит, что если вы собираетесь убедить себя в том, что эта ложь правдива, вы также замешаны во лжи, как и человек, который вам ее сказал. Так оно и есть на самом деле. Мы оба несем ответственность за это. И вот почему я так говорю. Если ваша душа была захвачена, если ваша душа была уничтожена, то это потому, что вы хотели, чтобы ваша душа была захвачена. Вы позволили, вы верили в это, верно? Но даже из-за того, что вы верите в это за пределами этого места, с вашей душой все в порядке. И он как бы смеется над вами и говорит, о, вы думаете, что попали в плен там внутри, не так ли? Вы так думаете? Не так ли? И я так думаю. Мне очень жаль. Мы сами хотим превратить то, что здесь происходит, в голливудский фильм. В отличие от признания того, что правда более странная, чем вымысел, но она не соответствует тем же протоколам. Как будто она не следует по тем же дугам. В конце концов, это ведь не кино, верно? Мне это нравится. Так оно и есть. В конце концов, это гораздо больше похоже на неудачный кислотный трип, чем на голливудский фильм. Да, все обстоит совсем не так. В жизни больше нюансов, чем в фильмах, не так ли? Да. В правде тоже есть такие нюансы. И да, ее можно узнать, не так ли? Как будто это то, к чему всегда возвращаются все духовные учителя по обе стороны баррикад, так это к тому, что ее можно узнать. Мы не часто слышим эту часть. Да, я так и сделала. Мне приходится идти по очень жесткой линии, потому что это была женщина, которая пришла ко мне за консультацией, но у нее была интересная концепция. Она думала, что ее образ — это алтарь на 60-й странице, и она понятия не имела, кто она на самом деле, и хотела, чтобы я объяснил ей значение ее слов. Жизнь, если бы она была алтарем. И я до сих пор поражена тем, что она решила, что я смогу ответить на этот вопрос за нее. И во-вторых, что у нее была такая глубина мышления, что она даже пришла к решению этой проблемы. Да, с моей точки зрения, это почти душераздирающе знать, что все эти люди, которые прошли через эти программы, теперь находятся в обществе. И единственный реальный выход или понимание, единственный реальный путь к пониманию — это это гребанное сообщество. Вы знаете, потому что это сообщество возникло частично благодаря нашим собственным усилиям, а частично благодаря вмешательству извне. Это совсем не то, чем должно было быть. Вы правы. И именно это, к сожалению, создает структуру, в которой люди могут принести больше вреда, чем пользы для себя. Я пыталась заниматься своим собственным консультированием, я пыталась просто вести беседу, потому что большинство из этих людей никогда никем не были услышаны. Все говорили им, чтобы они заткнулись на хрен и уходили. Вы сумасшедший. Я не хочу этого слышать. Вы бредите. Вы все это выдумываете. Вы понятия не имеете, о чем говорите. И это именно то, что нам говорят изо дня в день. И поэтому я просто позволяю им говорить. И если они начинают говорить о самоповреждении или причинении вреда другим, тогда я возвращаю их в нужное русло. «Послушайте, мы просто говорим о том, что с вами случилось. Мы не строим никаких планов». Обычно на это уходит от 8 до 18 месяцев, и в конце концов они все обсуждают и соглашаются. Это как будто часть их осознает, что «да, это случилось со мной, но сейчас я в порядке». Именно такого подхода я придерживаюсь, и из примерно 400 человек, которым я помогла с этим, «трое заплатили мне». Так что я не зарабатываю деньги на публике. Так что я также не являюсь лицензированным консультантом. Поэтому я не думаю, что с моей стороны было бы уместно взимать плату. Я называю это консультированием коллег, и я просто слушаю. И когда я чувствую, что они ввязываются во что-то опасное, я говорю им, что вам нужен настоящий консультант. Сейчас нужен кто-нибудь, имеющий лицензию. Я не собираюсь, я не собираюсь сидеть сложа руки и позволять людям убивать себя. Ну что же, я надеюсь, что это не так. Вы же знаете. Так что мне было действительно любопытно, что же вы сделали такого, что отличалось бы от этого? Не делали ли вы чего-нибудь отличного от этого? Ну что же, каждый человек индивидуален, не так ли? Так что каждому человеку нужно что-то свое. Таким образом, чем больше у вас инструментов, тем больше вероятность, что у вас будет инструмент для работы. И у меня была возможность собрать больше инструментов, чем кто-либо мог бы собрать в любой школе или во всех вместе взятых. Верно, так что это в некотором роде похоже на то, что я могу дать вам любой инструмент, который вам понадобится из моего пояса с инструментами. Так что на самом деле дело не в том, что я делаю это для вас. Речь идет о том, чтобы научить вас делать это для себя. Верно? Но это ответ на вопрос, почему и как, исходя из моего собственного опыта, вот почему и как никто не делал этого за меня. Я должен был научиться делать это правильно. Я должен был научиться исцелять, обрабатывать, учиться, расти и развиваться, несмотря на все это, не так ли? И это полезные инструменты, которые каждый может научиться использовать, не так ли? Просто это совсем не то, чем у нас учат в школе. И это совсем не то, что воспитывается в обществе каким-либо образом, верно? Это даже похоже на занятие по магии. Я называю это классом, но только один на один. И это происходит один на один, потому что, знаете ли, если вы занимаетесь в классе, у вас будет двойное преимущество. Вы же сами зададите себе вопрос, не так ли? Вы собираетесь, вам даже не захочется просто спросить, о чем вы на самом деле думаете, потому что вы беспокоитесь о восприятии других людей в классе. Да, вы не хотите быть тупицей в классе, но, по крайней мере, у меня есть социальные условия. Я тоже не хочу быть самой умной в классе. Ну что же, да, в этом тоже нет ничего веселого, потому что да. Но да, как будто способность действительно понимать вещи, это то, что наставники делают для вас, не так ли? В этом и заключается разница между наставником и учителем. Они помогают вам развить ваше собственное понимание, в отличие от простого обучения концепции и идеи. Не так ли? И поэтому вам, возможно, придется услышать одну и ту же вещь, сформулированную четырьмя или пятью разными способами, чтобы она была сформулирована так, чтобы она действительно дошла до вас. Но это вовсе не значит, что с вами что-то не так. Это даже не значит, что с вашим учителем что-то не так, если то, как они это говорят не так, это именно то, о чем я говорил, я имею в виду, что все люди разные, верно? Это так. Это так и есть. Связь между двумя людьми, понимание, которое передается друг другу, а не просто слова. И в этом-то и заключается часть здешнего волшебства, во всем этом разнообразии. И это просто забавно, потому что многие наши идеалы и то, чего, как мы говорим, мы хотим достичь в плане какого-то глобального результата, уводят нас так далеко от этого. Не так ли? Мне кажется ироничным, когда я слушаю, как некоторые люди говорят о том, как мы должны жить на этой планете. Они более или менее описывают единое мировое правительство с единой мировой религией и единым мировым языком, не так ли? И это тоже. Это действительно так. И там написано, где все заканчивается, не так ли? Да, на этом все и заканчивается. Это то же самое. Они говорят о том, что люди, с которыми мы боремся, тоже нуждаются в помощи. Мы определяем разницу в зависимости от того, как мы туда попадаем, но в конечном итоге мы оказываемся в одном и том же месте. Я думаю, что они больше ссорятся. Я думаю, что они больше ссорятся из-за того, кто будет главным. Да, именно так. Именно так. Это похоже на то. Я считаю, что многие проблемы человечества связаны с доминированием. Меня не волнует, что я самый тупой человек в этой комнате. Я собираюсь править. Вы правы. И это похоже на то, что мы хотим наказать их таким же образом, чтобы они стали виновными. Это не так, знаете ли, это как-то нелогично, и это просто нечто особенное. Люди, как правило, не отличаются логичностью. Это просто то, на что людям нужно обратить внимание. И они вынуждены смотреть на это сейчас, потому что это проявляется в каждой динамике их жизни, не так ли? Как будто это разделение происходит здесь и сейчас, и мы переживаем его. Все, о чем мы говорили последние 20 лет, в зависимости от того, кто вы такой, происходит прямо сейчас. И вы знаете, что сейчас самое время поговорить, вы знаете, мы посмотрим, сколько всего из того, что вы сказали за последние 20 лет, ты действительно по-настоящему веришь. И когда я оглядываюсь вокруг, я вижу, как многие люди расстраиваются из-за всего этого. Это говорит мне о том, что они на самом деле не верили в то, что говорили. Они верили все это время. Да, я всегда верила в равенство перед законом. Я всегда считала, что у власти должны быть самые компетентные люди, независимо от того, как они выглядят. Но те, кто стоит у власти, должны руководствоваться интересами большинства, а не личной выгодой. И это очень трудно осуществить. Ну что же, это слишком. И в этом опять же есть нюанс, потому что, знаете, люди, которые меня вырастили, думают, что поступают правильно. Не так ли? Они не думают, что делают это только ради личной выгоды. Они просто думают, что знают больше, чем мы с вами. Верно? И они считают, что у них есть высокомерие по отношению к этому, что они не видят этого насквозь. Но это не значит, что они думают, что они не такие, как все, черт возьми, верно? Как будто на самом деле это не совсем то отношение. Они такие. Я видела подобные отношения у отдельных людей. В индивидуальном порядке. Конечно. Сейчас же. Мы не можем обобщать и говорить, что они не все одинаковы, точно так же, как мы с вами не одинаковы, верно? Даже если мы находимся на одной стороне и отличаемся от них, мы все равно такие же разные. И даже мы с вами во многом расходимся во мнениях, не так ли? И они во многом расходятся во мнениях. На самом деле мы не во многом расходимся во мнениях. Мы расходимся только в нескольких вещах. Мы с вами не согласны. Это сильное слово «расходиться во мнениях, не так ли?» Мы разные, не так ли? И, возможно, мы не согласны. Мы поступаем по-разному. Мы не совсем одинаково смотрим на вещи. И они тоже этого не делают. Разница между ними и нами в том, что они решили сообща работать над достижением цели. А мы не можем решиться на это. И если мы это сделаем, то, по-видимому, добьемся того же результата, что и они. Или очень близко к этому. Но за что отвечает кто-то другой? С вами все в порядке. За это отвечает кто-то другой. Да. Да, похоже, именно это и является основной ролью, поскольку все мы, как поется в старой песне, хотим править миром. Да, именно так. Похоже, именно в этом и заключается проблема. Теперь, чем более публичной я становлюсь, тем больше у меня контактов с этими людьми. И да, я обнаружила, что некоторые из них намеренно лгут. Некоторые из них намеренно манипулируют такими людьми, как я. Некоторые из них думают, что обучают таких людей, как я. Но чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что мной манипулируют. И это похоже на то, что в конечном итоге все сводится к тому, кому вы доверяете. Чью историю вы собираетесь выслушать? Или вы собираетесь выслушать кого-нибудь из них, а вы просто собираетесь прислушаться к своему собственному сердцу? И проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что сердце, как правило, вообще не имеет отношения к фактам. Итак, вы знаете, Носис, это очень мило, если вы живете в горах. Но если вы живете в городе с людьми, вам нужно, чтобы за этим стоял какой-то факт. Ну что же, вам нужно точно сказать «да», если вы хотите взаимодействовать с тем, что реально, тогда вы сами должны быть тем, что реально. И я думаю, что да, я не уверен, что у большинства сейчас есть четкое представление об этом, даже несмотря на то, что многие-многие люди могли бы подумать, что они это делают. Я не думаю, что они это делают. Это похоже на то, что кто-то становится менее реальным из-за того, что он контролирует вас. Я не думаю, что это имеет смысл, потому что они контролируют вас, а вы не контролируете их. Верно? Так что у них, очевидно, есть преимущество, и они добились этого с помощью определенного типа доминирования. И они достигают этого доминирования благодаря какому-то пониманию, которого у вас нет. Так вот. Да. А кто из нас более реален? Не так ли? Как будто это не так, это именно те рамки и тот способ, который мы хотели бы изменить, и именно это с ними не так. Мы просто делаем одно и то же, не так ли? Так что на самом деле так оно и есть. Именно здесь мы одни и те же люди. Мы просто находимся по разные стороны баррикад. Мы принадлежим к другому клемени, но в этом-то все и дело, и в этом-то и проблема, верно? И до тех пор, пока мы не начнем воспринимать вещи как три человека, которые смотрят друг другу прямо в глаза. Это так? До тех пор, пока мы не начнем воспринимать все человечество как наше собственное племя, и я имею в виду все человечество, и я слышала теорию о двух видах. Но я знаю, что есть много людей, подобных мне, которые являются гибридами между ними. Так вот, я думаю, что существует множество ветвей этих двух видов, не так ли? Если вы хотите сказать, что у природы есть свой путь, и мы расширили его с помощью технологий, то на каждом из них есть множество дополнительных путей. Так вот. Да, да, и в этом-то и заключается проблема. И это приводит нас к множеству неприятностей, особенно когда мы говорим об инопланетянах и прочем. Нам нравится делать такие обобщения, верно? Или что-то в этом роде. Я как бы придерживаюсь определения, что инопланетянин — это физическое существо, которое просто не отсюда, а межпространственный. Это тот, кто не является физическим, или может проявлять физическое, но не является таковым естественным образом. Так что я придерживаюсь этих двух определений, и это облегчает мою речь. Но все, кто использует любое определение, какое им заблагорассудится, просто говорят «о». И вы можете наблюдать, как вращаются шестеренки. У вас такой взгляд, что вы точно понимаете, что я имею в виду. Вы знаете, так они что, с внутренней Земли? Они что, из космоса? Неужели это действительно имеет значение? Они относятся ко всему вышеперечисленному. А есть ли подварианты того и другого? Ну, вы понимаете? Да. Я всегда поднимаю тему плеядеанцев, потому что это просто смешно, говорить, что ты общаешься с плеядеанцем. Это похоже на то, что плеяды — это серия из примерно семи гребаных звезд, а мы находимся на планете, где есть только одна, верно? Так вот, так оно и есть. Вообще-то так оно и есть. Ну что же. Я была той душой, нашей звездой, и обе звезды в группе Сириас являются частью плеяд. Так что если говорить только о нас с вами, мы плеядеанцы родители. Ну и какой в этом вообще может быть смысл? Но в любом случае идея заключается в том, что если, например, в нашей Солнечной системе есть одна звезда и одна планета, даже если у этих семи звезд всего три планеты. Давайте просто сравним одну из этих планет с этой планетой, где на этой планете все абсолютно однородно, так что мы могли бы просто сказать на Земле или на Земле. Или на Солиане, на Тиране или на любом другом из них. Вот это, именно такой термин мы использовали в моей программе, Тиранский. Мне с трудом удается говорить американец или китаец, потому что между китайцами и американцами так много различий, верно? Или как будто американцы по сравнению с другими американцами отличаются друг от друга. Китайцы по сравнению с другими китайцами, возможно, отличаются меньше, не так ли? Вы не можете обобщать таким образом и вот так. Люди это индивидуумы, так почему же мы должны ожидать, что представители инопланетных рас будут чем-то отличаться. Именно так. А если это не так, то вероятно это скорее проблема, чем благо. Да, у меня сохранились воспоминания о гонках коллективного разума, и они довольно строгие. Я бы предпочла быть индивидуумом в гонке, которая не может собраться с силами. Так что да. Именно так я к нам и отношусь. Мы раса, которая не может собраться с силами. Так что мы не можем, мы даже не можем, понимаете? Ну, я имею в виду, что многое работало против нас, но в то же время существует определенный уровень ответственности, который мы никогда не брали на себя. И мы должны это сделать. И если мы не собираемся этого делать, то будем вынуждены это сделать, потому что именно так поступает природа. Иначе мы будем вынуждены подчиняться кому-то другому, и этот кто-то в конечном итоге избавится от нас, потому что... Ну что же, это даже не было бы выбором. Мы могли бы выбрать подчинение кому-то другому, и тогда это могло бы произойти. Или же нас могут заставить взять на себя ответственность и прекратить идти по этому пути, не так ли? Потому что сколько раз эта планета была захвачена этим путем? Может быть, людям просто нужно иметь дело с другими людьми и для разнообразия разобраться в своем собственном дерьме. Верно? Вместо того, чтобы смотреть на что-то вроде «я даже не знаю звездных семян», «вознесенных владык» и всего остального, что явно сбивало нас с пути истинного, если они вообще существуют. Они явно сбивали нас с пути истинного. Мы сбились с пути истинного. Так что, может быть, нам лучше посмотреть в зеркало и начать разговор, посмотреть друг на друга и начать разговор, посмотреть на нашу планету и начать разговор, посмотреть на наш биологический вид и начать разговор. А если мы не можем разобраться в самих себе, что заставляет нас думать, что мы можем разобраться во всем остальном? Ну что же, люди, которые говорят мне, ну что же, мы готовы к контакту. У меня есть к ним такой вопрос. Если мы так готовы иметь дело с другим разумным видом, почему мы все еще охотимся на дельфинов? Ну что же, есть много вещей, которые мы все еще делаем, и которые говорят нам о том, что это не так. Да. Я имею в виду, что это то, что написано у вас на лице. Да. Нам нужно самим разобраться в этом дерьме. Большинство людей не могут справиться даже с самими собой, не говоря уже о своих соседях, верно? И не могут справиться со своей собственной семьей, не говоря уже о семье в соседней стране. Вы знаете, что вы не можете позаботиться о себе, не говоря уже о Китае. Китай не может позаботиться о себе, не говоря уже о Канаде. Как и мы, да, нам действительно нужно время, чтобы посмотреть в зеркало для разнообразия, вместо того, чтобы все время смотреть туда. Я думаю, что это сильно отвлекает внимание. Я точно знаю, что большая часть научной фантастики была основана на том, что это были социальные комментарии с безопасной точки зрения. Но слишком много людей смотрели на научную фантастику как на правду о том, что там происходит, вместо того, чтобы рассматривать это как описание нашего общества. Они упустили весь смысл. Да, это так. Да, я думаю, что на этом пути было упущено много моментов. Итак, вы используете различные инструменты, имеющиеся в вашем арсенале, при консультировании таких людей, как я, в зависимости от того, на какой стадии игры они находятся, когда обращаются к вам. Это вы? Да, я имею в виду, что даже в рамках клинической практики мы не принимаем всех, кто входит в нашу дверь, верно? Мы проводим оценку, и, возможно, это не тот человек, которому мы можем помочь. Значит, мы собираемся передать их кому-то другому, направить их кому-то еще, верно? Почему это просто забавно, что люди без подготовки делают что-то подобное, а потом не делают этого? Вы понимаете, что я имею в виду? Если бы они были первым человеком, который сделал бы это, вы бы подумали, что у человека с ученой степенью, сертификатом и практикой было бы меньше, скорее всего, они будут выдавать себя за клиентов. Но на самом деле это гораздо более вероятно, чем гадание на картах Таро, которое думает, что они также могут давать советы людям, не так ли? Так вот. Это забавно. Я столкнулась с этим, потому что люди думали, что раз уж я пережила все это дерьмо, то смогу им помочь. И многим людям я говорила, что все, что я делаю, это слушаю, как вы говорите, и вы знаете, что вы можете говорить. Существует определенная доля сертификаций, которые являются полной чушью, особенно то, что мы знаем сейчас. Например, большинство сертификаций и лицензий основаны на том, что, как мы теперь знаем, было фальсифицированными данными. Получается, что на самом деле их неправильно учили. Но несмотря на это существуют протоколы, есть понимание, подобное тому, о котором я только что говорил, о передаче клиентов, которые понятны людям, прошедшим профессиональную подготовку, в отличие от людей, которые этого не сделали, верно? И я думаю, что это вопрос этики и нравственности, который, возможно, не существует у некоторых людей. Но очевидно, не у всех, например, есть много очень высоконравственных людей, которые приняли бы ваш подход, не так ли? Мне кажется, что на самом деле я не такой, какой есть на самом деле. Я могу помочь вам в этом вопросе. Я буду держать вас за руку и слушать. А после этого, знаете ли, обратитесь за помощью. Не так ли? Но. Да. В итоге ко мне приходит очень много людей. Ну что же, у меня есть мечты. У меня есть мечты. У меня есть мечты. И эти сны беспокоят их, но не настолько, чтобы они могли взять на себя ответственность за то, что это флэшбеки или закодированные воспоминания. И я дошла до того, что вы помните, когда мне делали операцию на плече. Тогда я перестала принимать клиентов. Люди, которые сейчас называют себя моими клиентами, это либо люди, которые были у меня раньше и все еще появляются, либо люди, которые навязались мне. И вы знаете, что на свете есть такие люди. И поэтому я действительно ищу человека, имеющего лицензию, к которому можно было бы отправить этих людей. Ну что же, сейчас в интернете есть много всего, к чему люди действительно могут обратиться, чтобы найти, ну, знаете, надлежащую консультацию, получить помощь. Это просто такая неработающая система. Так что я тоже понимаю, что это такое. Ну что же, здесь, в Калифорнии, если бы я поступила, меня бы обследовали. И первое, что они сделали бы, это назначили бы мне СЕОС. Независимо от того, была у меня депрессия или нет. И им даже было бы все равно, что я уже принимала один из них раньше, а слепла, и меня пришлось снять с него. Им все равно. Это шаг номер один. Шаг номер два заключается в том, что если вы говорите о том, что у вас есть воспоминания о вещах, которые, по их мнению, не являются трехмерно реальными, они назначают вам антипсихотические препараты. Таким образом, вы уже принимаете два фармацевтических препарата. И к этому времени вы уже не можете отличить фантазию от реальности, и следующим шагом будет помещение вас в психиатрическую больницу, потому что лекарства не подействовали. И им все равно, что вы вспомнили, в чем проблема и как двигаться дальше. Их решение фармацевтическое. И именно поэтому так много людей обращаются ко мне, потому что, во-первых, я не могу дать вам лекарства. А во-вторых, они думают, что я нашла какой-то волшебный способ избавиться от всего этого. Извините, ребята, у меня было два, 197 алтарей, и я восстановила 32 из них, но я все еще в полном дерьме. Вот в чем суть, и Шейн улыбается, потому что он точно понимает, о чем я говорю. Так вот, часть того, что не так с моим сообществом, заключается в том, что я одна из тех, кому действительно не безразлично, что происходит с людьми. И потом у вас есть целый ряд людей, которые за неимением лучшего термина являются просто хищниками. Они видят возможность заработать деньги, и это все, что их волнует. И это второй шаг к пониманию того, почему сообщество находится в полном дерьме. Итак, у вас есть реальные люди, которые запутались в этих программах. И у вас есть несколько человек, которым действительно не все равно, но у них нет лицензии и квалификации, чтобы помогать им. И еще у вас есть целая куча людей, которые просто хотят заработать на них деньги. И мы будем говорить им все, что по их мнению они хотят услышать. И это подпитывает эту фантазию. Да. Вот почему я не веду себя так, как будто я не занимаюсь чтением. Верно? Это потому, что я не собираюсь говорить вам, кто вы такой, верно? Как бы я не разбирался в людях, конечно же я это делаю. Я читаю все подряд, но я не занимаюсь чтением, потому что это не мое дело, говорить вам, кто вы такой. Что я могу сделать, так это предложить вам несколько способов выяснить, кто вы такой, верно? И обычно мой первый вопрос всегда звучит так, особенно когда люди спрашивают, участвовал ли я в программах, так ли это на самом деле, реальны ли эти воспоминания, бла-бла-бла. Изменит ли ваш завтрашний день знание того, что ответ будет да или нет? Да. Вы правы. Как будто мы должны жить здесь, не так ли? Так что сосредоточьтесь на этом первом пункте. Сосредоточьтесь на том, что не имеет значения. Потому что вы застряли в воспоминаниях, независимо от того, были ли они реальными или нет. И вам придется идти на работу или не идти на работу, или что там у вас завтра будет. И это, вероятно, не имеет никакого отношения к большинству вещей, которые крутятся у вас в голове, не так ли? Так что следите за призом, как говорится, приз — это вы сами. И вы знаете, что если бы вас использовали таким образом, то призом были бы вы сами. Так зачем же отказываться от приза сейчас? Мне нужно хорошенько подумать над этим вопросом. Я отказываюсь от этой цены прямо сейчас. Самая большая проблема, с которой я столкнулась, заключалась в том, насколько реально это ощущалось. И это действительно успокаивало меня, когда Дорис Нилли говорила, что то, что я помню, было в моем архивном отчете ЦРУ. Что-то в этом есть такое, чего я не выдумывала. Если это было не так, значит, я не была сумасшедшая. Это имело для меня значение. И я чувствую это по многим людям, которые приходили ко мне. Так что в какой-то момент, даже если это была виртуальная реальность, как вы полагаете, мы должны признать, что эти люди сидят там и задаются вопросом, не сошла ли я с ума? Вот почему это так важно, верно? Это так. Вот почему это так важно. Вот в чем дело. Мы делаем много безумных вещей, и именно поэтому это так важно. Вот что было в этом такого неправильного. Все в порядке. Ну что же, нарушение личного суверенитета, нарушение свободы воли, привело к тому, что мы остались так уязвлены. Так что, очевидно, нам придется на этом закончить. Может быть, я сформулирую это следующим образом, и, возможно, это поможет вам понять. На мой взгляд, если они заставили всех этих людей пройти через эти программы, потому что все это было реально, это простительно. Тот факт, что это было нереально, и есть причина, по которой этого нет. Вот почему у меня с этим проблема. Если бы они действительно использовали меня для того, чтобы в конечном итоге именно так и поступало человечество, я бы мог с этим смириться. Но они использовали меня для того, чтобы нести чушь, которую человечество никогда не испытает, потому что это никогда не было реальностью. И поэтому на самом деле это было бессмысленно, и на самом деле это была просто пытка. Верно? В то время как если бы был результат, который был бы выгоден всем, как это было бы, если бы многие из этих программ были реальными, то в конечном итоге это того стоило бы. Не так ли? На самом деле кто-то там есть. Миллионы. Конечно. Разница была бы в выборе. Миллионы детей подверглись пыткам и получили увечья, и я не думаю, что причиненный ущерб стоил той пользы, о которой они думали, независимо от того, была ли она реальной или нет. Ну что же, в этом нет никакой пользы, и в этом вся проблема, верно? Этого не может быть. Даже если бы это было на самом деле, люди здесь не получили бы от этого никакой выгоды. Мы не добились ни малейшего прогресса на планете Земля без того, чтобы не навредить чему-то в процессе проб и ошибок, чтобы достичь этого. Вы правы. Но проблема в том, что здесь нет места, куда можно было бы добраться, пройдя все испытания. Все это было просто испытанием. И именно поэтому у меня такая позиция по этому вопросу, какая у меня есть. Если бы я этого не делал, то это было бы справедливо. Я бы смотрел на это с состраданием, но я определенно не стал бы сердиться из-за этого. Потому что я бы понял, что в конечном итоге это добавит человечеству новые слои, которые принесут им пользу. Но это не так. И все это просто ведет нас в метавселенную. Итак. Это метавселенные виртуальной реальности. Это ведь виртуальная реальность, не так ли? У нас есть доказательства существования виртуальной реальности. Они все еще запускают ракеты в океан. Верно. У них все еще есть беспилотные летательные аппараты, способные двигаться с гиперзвуковой скоростью. У них нет возможности что-либо сделать со всеми этими предполагаемыми технологиями. Но у нас действительно есть виртуальная реальность. Так что я снова думаю, что результат это то, на что я смотрю. И пока я не увижу результат, отличный от доказательства, или, я должен придерживаться того, чему я был свидетелем, что мне сказали и что я пережил. А именно, что секретной космической программы не существует. И нет никакой возможности для того, чтобы такая космическая программа вообще существовала, исходя из того, что такое космос на самом деле. И что все это было задумано для того, чтобы создать в основном именно то, что мы видим в реальности. Гендерной идентичности не существует. Ваше физическое тело просто больше не работает. Так что даже не утруждайте себя уходом за ним. Просто превратите нас всех в серых инопланетян, верно? Нет, спасибо. Но это работает. Да. Так оно и есть. Мы только что провели тот час, который обсуждали. Спасибо, что пришли. Я всегда так поступаю. И спасибо вам, зрители, за то, что вы слушали меня, и спокойной ночи. Мы как-нибудь повторим это еще раз. Спасибо. Продолжение следует...